Международный Олимпийский день студенты и преподаватели пожарно-спасательной академии МЧС отметили на старте. Седьмой год подряд они принимают участие в так называемой профессиональной эстафете. Полоса препятствий состоит из шести этапов. Командам необходимо пройти ее максимально быстро и без нарушений. Ведь на работе спасателям хорошая физическая форма может спасти жизнь. Почему именно пожарная прикладная такая эстафета? Здесь кроме бега еще и ловкость и преодоление специфических препятствий, которые могут в принципе случиться так, что наши выпускники будут преодолевать их в реальных ситуациях. Соревнуются 12 команд. Девушки принимают участие только в первом этапе, где нужно быстро надеть боевую одежду и снаряжение. Норматив 20 секунд. Не зная хитростей, не справится. Девушки надевают сначала штаны, затем уже надевают саму боевку, куртку. А здесь такая хитрость, это нужно сгруппироваться, чтобы застегнуть молнию, потому что это является такой каверзный момент. И нужно собраться. Следующий участник команды, которому передают эстафету, должен преодолеть двухметровый забор. Сделать это нужно быстро и не нарушая правил. Сложностей особо никаких нет. Мы обычно тренируем данный забор на тренировках, поэтому получается все очень легко и плавно. Секрет может быть единственный. Это техника. Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. С правилами в этой эстафете все строго. Существует очень жесткая система штрафов. И несмотря на то, что соревнования скорее товарищеские, победить мечтает каждая команда. Каску нельзя терять, потому что каска должна на голове как влетает. Элемент защиты – это падение каски, это жесткое нарушение мер безопасности. Боевая одежда должна наглухо быть застегнута для того, чтобы искры не попадали за боевую одежду на реальном пожаре. Тяжело в учении, легко и безопасно в бою. Эстафета сформирована так, чтобы проверить не только физические данные спортсменов, но и их профессиональные навыки. Например, при транспортировке условно пострадавшего расчет должен быть не только быстр, но и аккуратен. Манекен тоже ронять нельзя. Это элемент эвакуации пострадавшего из зоны, где на него воздействовали опасные факторы пожара, либо какие-то другие негативные, агрессивные среда в чрезвычайной ситуации. Человек и так пострадал, а тут ему еще добавят при эвакуации. Сами понимаете. В среднем на прохождение такой умной полосы препятствий у подготовленной команды уходит от полутора до двух минут. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.